Всем огромный привет! Хочу показать свой заказ с компанией Фаберлик по 8 каталогу. Заказ был, по-моему, интересный. Давайте смотреть. Давно я не заказывала средства для мытья посуды Дом Фаберлик. Правда, у меня тут солнышко так отсвечивает. Не знаю, будет оно мне помогать или мешать. Снова взяла с экстрактом малины. Мне очень нравится этот аромат. Нравится само средство. Я по нему даже соскучилась. В прошлом каталоге не было скидки на него. Пришлось взять Фейри. Но, вы знаете, как-то уже не хочется Фейри. Хочется снова вернуться к этому средству с приятным ароматом малины. Следующее, что было в моем заказе, это уже взяла себе моя подружка. Вот такую парочку. Набор в серии Айрстрим. Кислородный барланц. Непревзойденное мотирование. Мусс для умывания и абстарпирующий тоник. Эти средства очень хороши для жирной кожи, особенно в период летней жары. Я надеюсь, что подружке понравится. Она любит средства от Фаберлик. И думаю, потом расскажет она мне, что было все в порядке и хорошо подошло. Также было хорошее предложение. Если купить от серии Оранжери три средства, то тогда цена будет 59 рублей каждое средство. И предлагалось на выбор либо три жидких мыла и три крема для рук. Из шести этих средств любые. Также моя подружка взяла одно мыло. Один крем для рук. Милый жасмин. И еще она взяла крем для рук. Юный османтус. Вот такие вот три средства. Вообще мне нравится серия Оранжери. Она такая позитивная, красивая. Действительно, такая цветочная, яркая, солнечная. Мне нравятся ароматы в этой серии. Приятные они. Ну и также была одна из новинок в заказе. Это крем-маска для рук. Омолаживающая с коллагеном для продления молодости кожи рук. У меня сестренка спрашивала что-то такое, чтобы руки действительно питала и подлечивала. Потому что стали сохнуть ручки, говорит. Постоянно с водичкой занимается. Я посоветовала вот эту, потому что девчонки хвалят. Говорят, хорошие. Так, у меня тут солнышко падает. Еще на другие средства. Давайте я их уберу, чтобы не мешали. Себе я взяла гель для бритья. Вот эта новинка. Не буду врать название. Могу переврать. У меня английский. Это не самый лучший язык в моей жизни. Гель для бритья для женщин. Гладкое и комфортное бритье. Салоя Вера. Решила попробовать. Уже девчонки, кто брал, хвалят. Говорят, хорошие. Поэтому мне тоже захотелось. Единственное, после бритья у меня есть другой фирмы. И я буду уже пользоваться им. Решила пока от Фаберлик взять только для бритья. Коды не говорю, потому что каталоги, кто заказывает, есть у всех. И я думаю, все средства уже настолько знакомые, что я тут кодами никого не удивлю. По купону я взяла себе очищающий тоник для всех типов кожи. Вербена. Мне нравится этот тоник. Он не всем подходит. Не всем нравится аромат. Мне нравится и по действию, и по аромату. Пахнет вербеной действительно. Такой как бы лимонный, можно сказать, аромат. Приятный. Уже не первый раз беру. Он у меня регулярно появляется. И используюсь им. Также вот купоны были 50% скидка. Я ими воспользовалась. Взяла два шампуня из серии Lancelot для мужа, для всех типов волос. Они ему очень понравились. Сейчас в пустые баночки у него такой шампунь ушел. Говорит и промывает хорошо, и действует хорошо на волосы. После него нету перхоти. Похвалил. Далее. Давайте покажу, что я взяла по баллам. У меня накопились баллы. Я решила взять вот такие два средства для рук. Одно мыло для кухни мое самое любимое. Действительно устраняет запахи с фруктовым ароматом. Очень хорошее это мыло. Прямо, я не знаю. Готовы я ему петь оды хвалебные без конца. А вот этот крем для рук, ногтей и культикулы универсальный. Он очень-очень хорош для ежедневного применения. Как тут написано. Быстро впитывается. Если вы на работе хотите быстренько после мытья рук увлажнить ручки, и чтобы дальше работать, и руки были нежирные, то он вам подойдет. Классный крем. Действительно, мгновенно впитывается. И ручки нежные, хорошие. И при этом они нежирные. Далее давайте пройдем здесь по ароматам. Подруга у меня заказала уже не первый раз. У нее закончилась такая водичка. И она взяла себе вторую. Аора. Очень красивый дизайн флакона. Очень красиво смотрится на полочке. Я сейчас зачитаю, что входит в этот аромат. Вообще, он заявлен как цветочно-древесный. И написано, что это золотая оправа вашей чувственности. Очень такая девушка. Действительно, она отражает полностью этот аромат. Композицию открывают ноты горденьи, пиона и мандарина. Ароматы фиалки, магнолии, плюмерии и ванили подчеркивают неповторимую утонченность его обладательности. Приятный аромат. Может быть, он немножко тяжеловат, покажется для лета. Но аромат достойный, приятный. Не скажу я, что он нежный. Он именно, что чувственный. Наверное, так. Может быть, вечерний такой, на выход. Вот как-то я бы так его описала. Но подруга берет его не первый раз. Он ей очень-очень нравится. И также было предложение. Если там на какую-то сумму набираете, то можно было мини-флакон парфюма взять. Не помню, 199, кажется, рублей. Это было очень выгодно. И тоже воспользовались. Взяли вот такой аромат. Фэнтези. Выглядит флакон вот так. 15-миллилитровый. Это уже тут я его щелкнула. Полная версия выглядит вот так. Фэнтези. Полную версию мне дарила Викуля Попридохина. Спасибо тебе, Викуль. Как раз я ее сейчас достала на лето. Очень такой яркий аромат. Сейчас попробую его тоже прочитать. Как он описывается. Но я вот своими словами бы сказала. Такой летний, яркий, дерзкий. В нем грейпфрут входит. Так, фэнтези. Цветочный. Цитрусово-цветочный аромат. Красочная парфюмерная фантазия. Она выполнена яркими нотами розового грейпфрута. Бергамота и Клементина. Динамичное цитрусовое созвучие сливается в сердце аромата с нежными цветочными тонами. Тонкими и невесомыми. Словно легкое прикосновение крыльев диковинной бабочки. Но вначале да, вот она такая как бы дерзость. И потом оно переходит в что-то легкое и невесомое. Я так бы сказала. Но не всем вот эта дерзость сразу понравится. Потому что все-таки тут грейпфрут, а он нелегкий. Можно сказать. Так, далее. Далее были в заказе наклейки. Как мне солнышко не закрывать? Одни вот такие красивые букет цветов. Уже не первый раз. И сама я их брала. Вот туда же видно артикул какой. Ну и второй тоже уже заказывают. У меня сестренка Маникюриска и ее клиентки берут вот такие наклейки павлины. Вот такой вот артикул. Нравятся мне эти наклейки. Единственное, вот в гель-лампе они недолго держатся. Если наклеивать их под гель, то гель от них отскакивает через какое-то время. Ну, в любом случае, даже кто делает их под лак в неделю, они все равно носятся. А потом уже ногти отрастают. И не очень красиво смотрится у основания ногти. Потому что когда подрастает, уже яркая картинка немножко уползает с ногтя. Ну, смотрится красиво в любом случае. Ну и также в заказе была вот такая вот красавица. Это бальзам для губ. Новинка. Давайте мы его откроем, посмотрим. Вот такой вот он красивый. Прямо как лаковый, я бы сказала. Очень приятный клубничный нежный аромат. Заказывала я его не себе, а моя подружка. Поэтому я его не буду ни трогать, ни тестировать. Она сказала, открывай, посмотри. Ну, мы открыли, посмотрели, как он выглядит. Но очень приятное такое яичко, симпатичное. Вот такая красотулька. Ну и... Сейчас засмеются все. Хит. Хит моего заказа. Это кусковое мыло. Мыло шло по 39 рублей. Я мыльная душа. Но, поверьте, моих только два кусочка будет. Все остальное у меня в заказе. Первая балийская идиллия. Вот такое красивенное. Молоко, кокос и гибискус. Если честно, я хотела три куска, но почему-то приехало только два. А почему, я так и не поняла. Оранжевый мехико. Опунцы и сочный апельсин. Я прям в каждую пачечку бы залезла с огромным удовольствием. Но у меня едва и пропечаталось. Видимо, я ошибочно забыла третий ввести, когда заказывала. Любовное цветение. Цветок сакуры. Японская слива. Такая симпатичка. Дальше. Знойный маракеш. Туалетное мыло. Это пряный имбирь и сладкий миндаль. Такой красивый кусочек. Персидские мотивы. Золотой шафран и... Ух ты, алибан. Даже интересно. Чем-то восточным будет, наверное, пахнуть. Следующая мелодия Мэйхуа. Сливы Мэйхуа и белый жасмин. Наверняка очень вкусный аромат. Даже упаковка вкусная. И ликующая Бразилия. Розовый перец и цветок каштана. Вот ликующую Бразилию я себе хотела заказать. Но почему-то вот оно у меня и не пропечаталось. Ну и два повторных. Это те, которые я взяла себе. Это мелодия Мэйхуа и любовное цветение. Вообще, в Поберлик, вот эти вот мыла, они очень красивые. Если другие кусочки. Видите, они какие полукруглые, красивые, такие покатые. Если, например, вот в серии, вот в оранжерии тоже есть кусочки, но они такие квадратненькие. Не очень интересные. А вот у этих именно очень красивый дизайн в кусочках. Но реально такие красивенные, такие прямо милые. Ну и вот, собственно, столько их. Мы не заказали, только, наверное, раз, два, три, четыре. Четыре куска не заказали, остальные были все в заказе. Вот. Девчонки у меня часто просят показать мои мыла. Я не знаю, это интересно или нет. Потому что некоторые, как и я, коллекционеры, коллекционеры кускового мыла. И просят, что Света, ты покажи. Я считаю, что мыло вряд ли можно назвать запасами, скорее коллекциями. Потому что их обычно больше, чем нужно. И не так часто они используются. Поэтому больше похоже на коллекции. Спасибо всем за внимание. Если интересно кусковые мыла посмотреть, вы мне напишите. Я тогда покажу. Так специально показывать не буду. А сейчас спасибо всем за внимание. И всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok